МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 часов в столице. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Виктория Антонишина. Добрый вечер. К ситуации в Сирии приковано все внимание мирового сообщества. Напомним, сегодня ночью США совместно с Францией и Великобританией провели силовую операцию, выпустив по сирийским городам более ста ракет. Кроме Дамаска, под удар также попал Хомс. По официальной информации, Белый дом пошел на такой шаг в ответ на применение химоружия в Думе. Страны Запада считают, что отравляющие вещества использовали власти Сирии. Однако Дамаск все обвинения в свой адрес отрицает. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Сайт Кремля опубликовал специальное заявление президента России Владимира Путина в связи с ударами США и их союзников по Сирии. Российский лидер заявляет, что произошла агрессия против суверенного государства. А Путин подчеркнул, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Российский лидер также отметил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии. Удары коалиции крылатыми ракетами в Москве назвали фактом агрессии и заявили, что готовы вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. В связи с ситуацией вокруг этой ближневосточной страны по инициативе России было создано экстренное заседание постоянного совета ОДКБ. Подробности реакции Кремля на атаку западной коалиции в Сирии у нашего собственного корреспондента в Москве Даны Нуржан. Российские комплексы противовоздушной обороны не применялись в отражении авиадаров США и их союзников по территории Сирии. Об этом заявил Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Сейчас силы противовоздушной обороны России переведены в режим боевой готовности. Истребительная авиация дежурит в воздухе. По заявлению военных, ни одна из выпущенных по Арабской республике ракет не входила в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме. Всего было выпущено 103 крылатые ракеты. 71 из них была перехвачена сирийскими средствами противовоздушной оборону, основу которых составляют советские комплексы. В Москве убеждены, что объектов по производству химического оружия в Сирии нет, а послужившая поводом к обстрелу химическая атака мнимая. Удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОСХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано организацией по запрещению химического оружия. Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе. В ответ на ночной обстрел в военном ведомстве России заявили, что Москва готова вернуться к обсуждению поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Дана Нужан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24. Минобороны Франции опубликовала видео обстрела Сирии. Соответствующий ролик министр вооруженных сил Республики Флоренс Парли выложила в своем твиттер-аккаунте. Подпись к видео гласит «Запуск крылатой ракеты с одного из наших многоцелевых фрегатов, минувшей ночью в Средиземном море. Цель – завод по производству химического оружия, подконтрольный сирийским властям». Между тем, сами жители Франции, похоже, удар по Сирии не поддерживают. В комментариях под видео французы осуждают действия властей, напоминая, что атака совершена без согласия Совета безопасности ООН. Ракетный удар по Сирии международной коалиции США, Британии и Франции не привел к человеческим жертвам, говорится в специальном заявлении командования сирийской армии. На данный момент известно о как минимум трех пострадавших. Во время ракетного удара армия соседнего Сирии Израиля была переведена в повышенную боевую готовность. Наш собственный корреспондент в Израиле Сергей Услендер следит за ситуацией. Израиль утверждает, что удары, нанесенные по Сирии, являются следствием нарушения Дамаском красных линий, ранее обозначенных президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом сейчас пишут все местные СМИ со ссылкой на анонимные дипломатические источники. Официальные представители МИДа от комментариев пока отказываются. Сам Израиль в этой атаке не участвовал. Здесь сосредоточились на охране своих рубежей. ВВС Израиля приведены в состояние повышенной боеготовности. На данную минуту обстановка на израильско-сирийской границе достаточно спокойная. Как сообщалось ранее, бомбардировка началась в 4 часа. Американские корабли выпустили по целям в Сирии ракеты «Тамагавк». Чуть позже к атаке подключились истребители ВВС Великобритании. В Великобритании они атаковали с Кипра. Официальные представители Белого дома и Пентагона говорят о том, что атака была направлена исключительно против объектов, против сирийских объектов, связанных с химическим оружием. Очевидно, что режим Асада не внял предупреждениям, полученным в прошлом году. На этот раз наши союзники и мы стали сильнее. Вместе мы направили четкое сообщение Асаду о том, что он не должен совершать еще одно нападение с химическим оружием, за которое они будут привлечены к ответственности. Сирийцы утверждают, что удары своей цели не достигли. Большая часть ракет была перехвачена и сбита. Причем исключительно силами сирийской ПВО. Российские военные в отражении этой атаки не участвовали. В Белом доме подчеркивают, что удар был одноразовый. Но если атаки с применением химического оружия продолжатся, то сразу же последуют ответные меры. Это все, что у нас есть на данную минуту. Мы продолжаем следить за ситуацией. Теперь к новостям в нашей стране. Накануне ночью на въезде в город Кокшетау произошло возгорание пассажирского автобуса. Транспорт принадлежал одной из частных производственных компаний. В салоне находились 25 пассажиров и водители. Сотрудниками батальона ДПП были приняты меры по эвакуации пассажиров и оповещены спасательные службы. По предварительным данным, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки. Представители компании «Кокшет-Цемент», чьи рабочие находились в автобусе, комментировать произошедшее отказались. «Были эвакуированы 25 пассажиров из горевшего автобуса. Автобус принадлежит АО «Кокшет-Цемент». 25 пассажиров являются работниками данного АО. Возвращались с поселка Заозерный района Биржан-Сал с вахты домой. Автобус горел полностью. Сотрудниками БДП были вызваны спасательные службы, в течение чего пожар был локализован. Эвакуация пассажиров началась при воспламенении автобуса. Пострадавших среди пассажиров и водителей нет. Международный финансовый центр «Астана» официально начнет работу в июле. Подготовка к открытию идет по расписанию. Об этом сообщил управляющий центром Кайрат Килимбета во время рабочего визита в Китай. Глава МФЦА объявил также о том, что 3-5 июля в Астане пройдет инвестиционный саммит «Астана Finance Days», в котором примут участие порядка 2000 делегатов со всего мира. После этого мероприятия запланирована официальная презентация Международного финансового центра «Астана». На этой неделе руководитель центра Кайрат Килимбетов провел переговоры с представителями деловых кругов в Пекине, Шанхай и Буао. По его словам, китайские финансовые и инвестиционные институты намерены развивать финансовый центр и фондовую биржу Казахстана. Напомню, шанхайская фондовая биржа является одним из ключевых партнеров Астанинского центра. Ей принадлежит 25% акций. Еще один из акционеров – американская компания «Насдак». Мы очень приветствуем приход финансовых институтов из Азии, в том числе и из Китая, и хотим создать все условия, которые соответствовали бы лучшей мировой практике. За китайские инвестиции идет борьба во всем мире. Европейские страны, латиноамериканские страны и многие-многие другие страны конкурируют за то, чтобы эти инвестиции пришли. В крупных ТРЦ столицы прошли учения для самых маленьких посетителей. Учеников шестых столичных школ учили правилам поведения в случае пожаров и ЧП. В городе проходит акция «Школа безопасности». Подробнее расскажет моя коллега Гульнара Хасан. Куда звонить, что делать и как спасаться, если вдруг врасплох застал пожар. Сегодня столичные школьники узнали все это на практике. В крупных торгово-развлекательных центрах города прошли специальные квест-игры. Принимают участие в квесте 60 человек. Это 6 команд по 10 человек. Плюс дети, которые выступают в концертной программе. В итоге где-то человек 250-300. Квест в трех этапах. Значит, первый этап – это когда команды отвечают на вопросы, которые связаны с безопасностью. Задается 10 вопросов, каждый правильный ответ получает по баллу. Второй – это эстафета. Разыгрываются разные истории, ситуации. Ситуации самые разные. Быстро преодолеть препятствия, правильно оказать первую медицинскую помощь. А в третьем туре школьники выступили в роли пострадавших. Им предстояло найти безопасные участки и выходы в зоне наибольшего скопления людей. В большинстве случаев дети всегда поддаются панике. Дабы во избежание таких случаев, паники, проводятся такие мероприятия, чтобы дети более-менее могли коллективно где-то собраться и покинуть здание, например. Ребенок не знает, куда бежать. И он в любое помещение, в котором, например, нет дыма, к примеру, он там прячется. Но пожар или дым в любом случае в это помещение доходит. Поэтому, то есть, ребенок должен знать, куда надо бежать. Судя по всему, школьники практически урок безопасности усвоили. Они понимают, главное в игре не победа, а знания, которые приобрели, пусть и на всякий пожарный случай. В первую очередь не нужно паниковать. Потом, если кто-то поранился, нужно ему помочь. Нужно позвонить в 101. При пожаре нужно намочить тряпку и приложить ее к носу. Постараться выбраться из задымленного здания. Бежать нужно на знак зеленого цвета, искать аварийный выход. Такая хвост-игра прошла еще в трех крупных торгово-развлекательных центрах столицы. Всего в акции приняли участие около 500 школьников. Уроки безопасности сотрудники ДЧС и Акимата обещают проводить регулярно. Гульнара Хасан, Ержан Ханапияула, Хабар-24, Астана. Акмолинские отличники учебы побывали на экскурсии в Республиканском центре космической связи. Необычное путешествие приоткрыло для них фантастический мир науки и техники. Многие из них планируют продолжить свое обучение по техническому направлению. Напомню, первый казахстанский наземный комплекс управления космическими аппаратами и системой мониторинга связи создали в городе Ак-Коль в декабре 2005 года. Все системы наземного комплекса полностью автономны и независимы. Данная тематика, посвященная сегодняшнему дню, для меня была очень близка, потому что в будущем я хочу стать пилотом. И сегодняшняя лекция мне очень сильно понравилась. Даже обучил правильно использовать некоторые термины в сфере космонавтики и астрономии. Я благодарен сегодняшнему дню и надеюсь, что другие ученики тоже смотивированы поступать на технические специальности. У нас проходит конкурс «Хары Шалема». В нем участвуют одаренные дети из Хокшитау, Астаны, Степногорска. Нужно развивать космическую отрасль, робототехнику, IT-технологии. Поэтому важно уделять большое внимание на естествознание и техническую ориентированность школьников. В Узбекистане стартовали Дни культуры Алматинской области. В рамках мероприятия прошла выставка экспонатов исторических музеев и работ именитых ремесленников региона. В Ташкент привезли копию знаменитого «Золотого человека». Также в рамках Дней культуры прошел концерт с участием талантливых певцов и танцоров области. Помимо казахских песен, артисты исполнили композиции узбекского народа. Мы рады присутствовать на этом прекрасном концерте талантов Казахстана. Красивые казахские песни, глубокое звучание дамбры, завораживающие танцы подняли нам настроение. Реплика «Золотого человека» — это ювелирное искусство. Можно сказать, искусство, появившееся со времен сакской культуры. Поразительно, насколько искусным были мастера того времени. Мы — наследники этих творений, мастера сегодняшнего дня. Продолжаем творить, представляем свои произведения на суд народа. Более ста проектов в рамках программы «Рухани Жангру» реализовано в Акмолинской области в прошлом году. Итоги подвели на научно-практической конференции «Саналакуам» — «Сапала даму» в Кокшитау. Так, при поддержке местных предпринимателей в селах и районах появились новые социальные объекты, отреставрированы многие исторические памятники. Участники встречи сошлись во мнении, что промежуточные результаты программы необходимо презентовать регулярно. Кроме того, ученые предложили разработать научную модель проектов. Они уверены, что каждое направление программы «Рухани Жангру» имеет большое значение для дальнейшего развития страны. Прежде всего, я бы отметил весовую роль принятых решений, в частности, переход на латинский алфавит. Мне очень импонирует по душе, как работник образования, тема культа знаний. 100 новых учебников, передовых, имеющих признание в мире в своей сфере учебников на казахский язык, перевод с английского. Это, я думаю, просто благо для сегодняшнего студента. Вместе с понятием «Рухани Жангру» — это новые понятия. За один год в наше сознание вошло столько новых понятий. Вот возьмите сами, подумайте, примерно, сакральное место, духовные святыни. На этом пока все. Увидимся в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин